В Брянске в парке Алексея Толстого есть храм, который вместе с множеством других российских церквей накануне отметил престольное торжество. В день Рождества Пресвятой Богородицы приход посетил митрополит Брянский Исевский Александр и совершил Божественную Литургию. Здесь в этот день большинство прихожан встречали владыку самые юные, воспитанники воскресной школы. Душевно приветствовали архипастерия хлебом солью и взрослые. Именины прихода – радость общая. В этот осенний день Анастасия и икона праздника по-летнему украшены цветами. Тепло светит свечи, храм наполнен людьми, вторит облачением священнослужителей голубые праздничные платочки прихожанок. Пришли помолиться Царицы Небесной и жители окрестностей, и гости из других районов, привели своих детей, которые с радостью ходят сюда на занятия приходской воскресной школы. Все это строительство только на жертвование прихожан. Собирали деньги и построили эту школу. Уже у нас несколько выпусков было детей, и многие детки приходят в воскресные дни, которые тоже выпустились, приходят и помогают батюшке в алтаре. Окончание Литургии престольного торжества владыка Александр возглавил крестный ход вокруг храма. Церковь Рождества Богородицы ведет свою историю с начала XIX века. Место намоленное и уютное. В завершении молитвенного шествия у аналойной иконы было совершено славление празднику. А затем правящий в архиерею приветствовал настоятель храма Протерей Павел Продун. Сегодняшние богатства и предоставлены только радости. Радости потому, что родилась высота и владыца нашей Богородицы и Христа Беларии, которая соединила через Госпо нашего Иисуса Христа Небу и Землю. Владыка поздравил всех собравшихся с двунадесятым торжеством. Матерь Божия явилась той зарей, которая зашла перед пришествие в мир Христа, Бога нашего. И, конечно, нам очень учительно слышать из предания церковного, как ее родители благочестивые, и Аким, и Анна, всю жизнь просили Бога о ребенке. Они терпеливо молились, и вот это терпеливое отношение родителей и их постоянная мольба к Богу о том, чтобы Он послал им младенцев, учит и нас с вами благоговейно, трепетно, с благодарностью Бога относиться к рождению детей. Но не только рождение детей в эту земную жизнь должно радовать и заботить родителей. Их воспитание в духе благочестия, по сути, подготовка к рождению в мир вечный – вот главная трудность родительства. И молитва к святым родителям Пречистой Девы помогает христианам достойно решать эту непростую задачу. На молитвенную память митрополит Александр преподнес отцу-настоятелю Евангелие Страстей Христовых. Архиерей также вручил медаль благоверного князя Олега Брянского второй степени Людмиле Ивановне Акуленковой, просворница храма. Она уже 10 лет несет здесь это послушание, и нынешний юбилей совпал с личной годовщиной – 75-летием. Торжество храмовых именин завершилось праздничной трапезой. Прихожан угощали чаем со свежеспеченными пирогами и булочками.